МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Февральским вечером 1950 года американский физик-ядершик Лео Зилард в радиоинтервью делает заявление, которое шокирует слушателей. Он описывает систему, которая сама может решить, запускать ли ей ядерные боеголовки. Ученый утверждает, появление такой машины неминуемо, а уничтожить ее будет невозможно. Теорию Зиларда признали бредовой и опасной. Вот только адская машина станет реальностью. Но не в США, а в СССР. Ее назовут «Периметр». Однако в мире за системой автоматического запуска ядерных ракет закрепится другое название – «Мертвая рука». Даже сейчас таинственное оружие русских продолжает наводить страх. А все подробности об устройстве «Периметра» десятилетиями оставались строго охраняемой тайной. Так было до сих пор. Секрет на миллиард жизней. Неизвестные подробности о супероружии, которое спасло мир. Система «Периметр» до сих пор относится к одними из самых засекреченных советских, а теперь уже российских объектов. «Мертвая рука» – как система «Периметр» оказалась последним рубежом обороны. Система могла сама сформировать приказ на пуск ракет практически без участия человека. Ошибки ядерной молодости. Как американцы потеряли атомные бомбы и к чему это привело? Любая из этих бомб в момент контакта с поверхностью могла самовоизвольно задетонировать. В этом случае будет ядерный взрыв как Хиросимия. Машина судного дня или невероятные приключения электроники? Насколько разумно доверять будущее человечества автоматической системе? Мало ли, что там может случиться по сбой компьютера, что он может там понять не так, это спровоцирует глобальную катастрофу. 13 ноября 1984 года. В этот день все разведывательные системы вооружённых сил США работали в напряжённом режиме. Радары на земле и в воде были направлены в сторону Советского Союза. Американцы знали, сегодня русские будут испытывать своё новейшее оружие. Оружие, которое может полностью изменить расклад сил ядерных сверхдержав, а следовательно, может перевернуть весь ход холодной войны. Единственным способом сдерживания Соединённых Штатов была система массированного возмездия. То есть руководство США должно понимать, что нанесение удара по Советскому Союзу неизбежно вызовет ответный удар. То, что произошло дальше, произвело на американское командование шокирующее впечатление. Полигон Капустин-Яр в Астраханской области. Отсюда стартует неизвестная модель ракеты. На сверхзвуковой скорости она пролетает несколько тысяч километров и в небе над Казахстаном выдаёт закодированную команду. Почти моментально с Байконура происходит автоматический пуск другой ракеты Р-36М, легендарной «Сатаны». На высоте 90 километров от поверхности Земли от неё отделяется учебная боеголовка, которая поражает цель на полигоне Кура уже на Камчатке. Сатана ещё долго будет наводить ужас на американцев. Но в тот день их интересовало другое. Что за ракета стартовала с полигона в Астраханской области? Как именно она отдала команду на взлёт другой ракете? И что вообще за систему придумали русские? Секретность работы над системой «Периметр» была такова, что до сих пор мы имеем информацию более-менее адекватную только об одном её элементе. Собственно говоря, о системе пуска управляющих ракет. На самом деле в тот день, 13 ноября 1984 года, в СССР проходили финальные испытания новейшей системы автоматического управления стратегическим вооружением «Периметр». Командная ракета с кодовым именем 15А-11, та самая, так заинтересовавшая американскую разведку, была частью этой системы. В случае ядерной атаки на Советский Союз командный модуль должен был автоматически стартовать из подземной шахты и, пролетая над всей территорией Союза с запада на восток, отдавать команды на запуск не одной, а сотням ядерных ракет на суше, под землей и даже на борту подводных лодок. В первую очередь уникальность этой системы в том, что был предусмотрен режим, когда система могла сама сформировать приказ на пуск ракет практически без участия человека, анализируя факторы, которые свидетельствовали о том, что выведены из строя пункты управления, выведены, зафиксированы факторы ядерного взрыва. Ничего подобного в США не существовало, но как система могла определить, что территория страны подверглась ядерному удару? В этом и заключалась главная загадка для всех, кроме ее разработчиков. Занималось несколько научно-исследовательских институтов, находящихся в ведении так называемой «девятки». Это девять ведомств, будем так сказать, относящихся тогда к тяжелой промышленности, институты оборонные. Вся советская научно-техническая элита занималась этим вопросом. Сколько денег было потрачено на создание системы «Периметр», тогда никто и не считал. В ядерной гонке с США руководители Союза готовы были жертвовать чем угодно, только не военными разработками. Андалусия. Провинция на юге Испании. Один из самых жарких регионов Европы. Именно здесь, 50 лет назад, едва не разгорелось пламя, способное поглотить и разрушить весь мир. 1961 год. Самый разгар Холодной войны. США запускают операцию «Хромированный купол». Ее суть в том, чтобы постоянно держать в небе некоторое количество бомбардировщиков Б-52 с термоядерным оружием на борту. Они дозаправлялись в воздухе и были готовы в случае ядерной атаки со стороны Советского Союза нанести удар по целям на территории СССР. Даже если бы атаки подверглись ключевые объекты США или аэродромы, у американцев осталась бы возможность для ответа. Фактически, это был американский вариант системы «Периметр», одна из первых версий «Мёртвой руки». Соединённые Штаты делали ставку на развитие бомбардировочной авиации с ядерными носителями. Для обеспечения безопасности предполагалось, что 25% бомбардировщиков, которые есть в распоряжении США, это тысячи машин, будут постоянно находиться на патрулировании, они постоянно будут находиться в воздухе с ядерными устройствами. Утром 17 декабря 1961 года бомбардировщик Б-52 вылетел с авиабазы в Северной Каролине. На борту он нес 4 ядерных бомбы, каждая из которых была в 70 раз мощнее той, что американцы сбросили на Хиросиму. В небе над Испанией у ракетоносца была запланирована дозаправка, но на высоте 9 тысяч метров случилось то, что едва не стало главной трагедией в мировой истории. Б-52 и самолет-дозаправщик столкнулись и взорвались. Экипажи погибли. Бомбы, которые были на борту бомбардировщика, вместе с обломками рухнули вниз и чудом не сдетонировали. Любая из этих бомб в момент контакта с поверхностью могла самоварвоизвольно сдетонировать. В этом случае будет ядерный взрыв, как в Хиросиме. И это тоже еще не худший сценарий. Худший сценарий, если ядерный взрыв, который при этом происходит, создает все-таки достаточное давление, несмотря на образовавшуюся деформацию термоядерной бомбы, для того, чтобы запустить термоядерный процесс. В этом случае будет сразу несколько сотен Хиросим одновременно. История на этом не закончилась. Упавшие на испанской территории ядерные бомбы не взорвались, но потерялись. Их искали несколько месяцев. В поисках участвовали и силы ВМС США, так как американцы опасались, что боеголовки первыми обнаружат советские военные корабли. Когда бомбы, наконец, нашли, выяснилось, что две из четырех серьезно повреждены. Лучшее, что в этой ситуации может случиться, лучший сценарий, он, собственно говоря, и произошел. Это просто разгерметизация ядерного устройства, истечение из него радиоактивных материалов и радиационное заражение. Тысячи ядерных боеголовок, спрятанных на суше, под землей, в глубинах океана, способных разрушить целые города, погубить миллионы жизней. И все они могут стартовать в любой момент по команде не человека, но настоящей адской машины смерти. Суперкомпьютер сам решает, когда, куда и какие ядерные ракеты запускать? Машина, от которой зависит судьба мира. Февральским вечером 1950 года американский физик-ядершик Лео Зилард в радиоинтервью делает заявление, которое шокирует слушателей. Он описывает систему, которая сама может решить, запускать ли ей ядерные боеголовки. Ученый утверждает, появление такой машины неминуемо, а уничтожить ее будет невозможно. Теорию Зиларда признали бредовой и опасной. Вот только адская машина станет реальностью. Но не в США, а в СССР. Ее назовут «периметр». Однако в мире за системой автоматического запуска ядерных ракет закрепится другое название. «Мертвая рука». Даже сейчас таинственное оружие русских продолжает наводить страх. А все подробности об устройстве периметра десятилетиями оставались строго охраняемой тайной. Так было до сих пор. Секрет на миллиард жизней. Неизвестные подробности о супероружии, которое спасло мир. Система «периметр» до сих пор относится к одними из самых засекреченных советских, а теперь уже российских, объектов. «Мертвая рука». Как начали разрабатывать системы автоматического контроля за запуском баллистических ракет? Но преуспели в этом именно советские конструкторы. Эта система должна была сработать тогда, когда набирался целый букет параметров, при которых ракета, командная ракета должна была запуститься. Система «периметр» фактически связывала воедино все ядерные силы СССР. В каждую боеголовку устанавливалось приемное устройство, которое реагировало на закодированный сигнал от командной ракеты. В свою очередь, командная ракета стартовала из шахты только после того, как автоматика по сейсмической активности и уровню радиационного заражения убедиться, что страна подверглась ядерному удару. Если командование определенное время не отвечает на запросы и не принимает решений, за дело берется «Мертвая рука». 1991 год. Разваливается Советский Союз. После падения Берлинской стены и железного занавеса на Запад начинают массово утекать, доселе самые охраняемые секреты СССР. В числе прочих приоткрывается завеса тайны и над таинственной системой «периметр». Это единственные кадры, на которых мы можем увидеть человека, рассказавшего миру о системе «периметр». Сидней. День памяти бомбардировки Хиросемы. На сцене перед немногочисленной публикой он по-английски, но с сильным русским акцентом говорит об опасностях ядерного оружия. Имя этого человека – Валерий Ярынич. Он один из тех, кто помогал создавать «периметр» и тот, кто рассказал о нем миру. Валерий Евгеньевич Ярынич – полковник в отставке, кандидат военных наук, профессор Академии военных наук. С июня 2001 года – профессор Калифорнийского университета Сан-Бернардена. Автор книги «Оценка гарантий», а также ряда статей в российских и зарубежных изданиях на темы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Умер в 2012 году. Это, наверное, был где-то 78-79 год. Он в это время был заместителем начальника войск связи ракетных войск стратегического назначения, полковник. Я в это время был молодым офицером в оперативном управлении звания майора. Ну и мы познакомились по ряду вопросов, связанных с разработкой перспективных пунктов управления. Герынич, как и другие опытные офицеры-ракетчики, понимал, что вся мощь ядерного потенциала СССР зависит от одного нажатия кнопки. А если конкретнее – от человека, который это сделает или не сделает. Чтобы уменьшить риск случайностей, и нужна была система периметра. Тем более, что мир в этот момент был как никогда хрупким. 17 июня 1908 года в Сибирской тайге произошел взрыв по мощности сравнимый с водородной бомбой. Взрывная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру, в том числе в западном полушарии. В результате взрыва были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров. Оконные стекла в домах были выбиты в нескольких сотнях километров от эпицентра взрыва. Сейчас мы знаем, что таковы были последствия падения Тунбусского метеорита. Но что, если бы нечто подобное произошло не в начале века, а в 80-х годах, и не над Тайгой, а над крупным советским городом? Могла ли система «Периметр» принять такой взрыв за ядерную атаку и запустить ракеты в сторону США? Военные эксперты на Западе, как только там стало известно о мёртвой руке, всегда подчёркивали – система опасна. Доверять автоматике управления ядерными ракетами нельзя. Мы не можем предугадать, насколько система автономна, потому что, по большому счёту, её полная автономность означает повторение вот этого известного сценария художественного фильма про судный день. Мало ли, что там может случиться в сбое компьютера, что он может там понять не так, и тогда система примет решение об ответном ударе. Это спровоцирует глобальную катастрофу. Но все советские разработчики, включая Валерия Юринича, всегда уверяли – случайное срабатывание невозможно. Даже упавший метеорит не смог бы обмануть мёртвую руку. Система «Периметр» была абсолютно застрахована от каких-либо случайных факторов. Ни землетрясения, ни падения метеоритов, ни какие другие природные или техногенные катаклизмы не могли обмануть систему. Система абсолютно точно запрограммирована на определённую последовательность действий, согласно которой она идентифицирует к началу ядерной войны. Система была разработана так, чтобы находиться в спячке до тех пор, пока один из высокопоставленных офицеров не приведёт её в боеготовность. Тогда она начинает мониторить сеть сейсмических и радиационных датчиков на предмет признаков ядерного взрыва. Иначе говоря, система не была полностью автоматической. В экстренной ситуации её должен был кто-то запустить, как уверяли большинство знакомых с ней лично конструкторов. О том, что «Периметр» полностью автономен и не нуждается в участии человека, в начале 90-х проговорились сразу несколько видных советских конструкторов и высокопоставленных военных. Один из них — Виктор Суриков, бывший руководитель НИИ машиностроения и Института оборонных исследований. Сейчас его уже нет в живых. Однако в 93-м году в одном из интервью он заявил, что полностью автоматическая версия «Мёртвые руки» точно была разработана. Но встала ли она на боевое дежурство, так и осталась тайной. Валерий Ярынич, тот самый бывший офицер РВСН, который рассказал о периметре западным экспертам и журналистам, в это не верил. Но такой возможности всё-таки не исключил. Возможно, Валерий Ярынич понял, какую адскую машину он помог построить. Офицер лично не раз пробивался на приёмы к высшим чинам Минобороны, чтобы доказать, что последнее решение должно оставаться за человеком, а не за машиной. Но его не слушали. Потому он и рассказал американцам о периметре в начале 90-х. Ярынич считал, что такую систему нельзя держать в секрете. Наоборот, надо, чтобы о ней все знали, и именно тогда она выполнит свою главную роль. Заставит любого противника сто раз подумать, прежде чем начать ядерную войну. Ведь страшное возмездие гарантировано. Его служба пришлась на Карибский кризис. Его молодого офицера с молодой семьёй, с молодыми детьми. И вот, судя по разговору с ним, это произвело на него большое впечатление, эта ситуация на грани войны. И он, кроме всего прочего, к системе «Периметр» относился как к системе, которая даёт определённые гарантии, что не будет принято неверного решения. Валерий Ярынич умер 13 декабря 2012 года. Как говорят его близкие, до последних дней он мечтал, чтобы была уничтожена машина, которую сам же помогал создавать. И ещё недавно казалось, что это желание Валерия Ярынича осуществилось. Система «Периметр» должна была быть уничтожена согласно соглашению наступательных вооружениях СНВ-1. И в прежнем системе, и в прежнем варианте её не существует. На этих фотокадрах то, что когда-то было частью, наводящий ужас на весь мир системы гарантированного ядерного удара «Периметра». Мёртвая рука, которая теперь уже не способна дотянуться ни до кого. Из этой шахты должна была стартовать командная ракета 15А-11, способная на всём протяжении своего полёта раздавать кодированные команды на запуск сотням баллистических ядерных боеголовок. В 1990 году система «Периметр» была модернизирована и получила название «Периметр РЦ». Но прослужить она успела совсем немного. По официальным данным, в рамках соглашения о сокращении наступательных вооружений в 1995 году была снята с дежурства вся система «Периметр». Командные ракеты, как говорят военные, были распилены на иголки, то есть утилизированы. Шахты заброшены. Мёртвая рука, которой так боялись на Западе, перестала существовать. Или нет? Я думаю, что она сейчас заменена на гораздо более эффективную систему. Всё-таки нужно понимать, что появились гораздо более сложные алгоритмы работы компьютеров. Искусственный интеллект сейчас гораздо в большей степени развит, чем он был развит в 70-е годы. 2009 год. К тому моменту о таинственной системе «Периметр» все уже почти забыли. Считалось, что мёртвая рука, если и существовала на самом деле, то была давно снята с вооружения, как пережиток холодной войны. Но, как оказалось, история была ещё очень далека от завершения. Как гром среди ясного неба на страницах американского журнала «Вайретт» вдруг выходит сенсационная статья. Авторы утверждают, советская система автоматического запуска ядерных ракет до сих пор стоит на боевом дежурстве. Не подтвердить, не опровергнуть содержание статьи российские военные и политики не спешили. И вдруг в 2011 году в одном из интервью главком российских РВСН Сергей Каракаев официально заявляет, да, система «Периметр» до сих пор действует и готова полностью выполнить своё предназначение, то есть самостоятельно решить, запускать или нет ядерные ракеты. Кроме того, мёртвая рука постоянно совершенствуется и в будущем будет становиться только ещё эффективнее. Формальная система «Периметр» прекратила своё существование в прежнем её виде после договора СНВ-1. Но, безусловно, эта система продолжает совершенствоваться. Сейчас эта система трансформировалась в целый ряд систем, позволяющих в автоматическом, в полуавтоматическом и в ручном режиме принимать решения о нанесении ответного удара. Состояние исследований в этой сфере является абсолютной государственной тайной. Но если правда, что система «Периметр» продолжает стоять на боевом дежурстве, то как она действует сейчас? Что изменилось в ней с советских времён? И на кого она нацелена теперь, когда холодная война далеко позади? Смотрите в следующей серии. Радиосигналы с преисподней. Какую информацию уже несколько десятилетий транслирует старый советский передатчик? Гибель группы Дятлова и таинственные исчезновения на Урале. Как они могут быть связаны с работой системы «Периметр»? Новый рубеж и таинственный статус. В чём особенность новейших российских разработок в сфере стратегического оружия? 11 июня 2012 года Свердловская область. Вечером на аэродроме близ города Серов собралась группа из 12 человек. Они шумно что-то праздновали. А затем в разгар вечеринки один из присутствовавших, командир самолёта Ан-2, 50-летний хатип Кашапов, предложил за деньги покатать друзей на самолёте. Весёлая компания предложение с радостью приняла. Далее информация из официального протокола. Около 22.00 по местному времени самолёт Ан-2 произвёл несанкционированный взлёт по курсу 210 градусов. Маршрут неизвестен. Борт на аэродром не вернулся. Поиски Ан-2 и людей шли почти беспрерывно на протяжении пяти месяцев и закончились только поздней осенью, когда продолжать операцию стало опасно для самих спасателей. Пришло время строить версии таинственного исчезновения. Среди прочих, отчаявшиеся родственники пропавших людей назовут и такую невероятную версию случившегося, в исчезновении самолёта могут быть виновны военные. Дело в том, что территория, над которой предположительно летел самолёт, по слухам, является местом, где находятся секретные военные объекты, входящие в систему периметр. В частности, сверхохраняемая сеть подземных бункеров «Грот». Пропавший самолёт найдут почти через год поисков в болоте, всего в 8 километрах от места взлёта. И хотя версия, что именно военные причастны к его крушению, так и осталась лишь версией, она заставила специалистов вновь подробнее присмотреться к тому, что скрывают «Натуральские леса». Когда руководство Советского Союза определилось с тем, что ядерное оружие в обозримый период становится основным средством поражения в таких вот стратегических военных действиях, после этого и было принято решение строить вот такую сеть целую защищённых и заглубленных пунктов управления. Сеть командных бункеров «Грот» — самая секретная составляющая легендарной системы автоматического запуска ядерного оружия «Периметр». Именно она, возможно, скрывается в Уральских горах. И в последние годы некогда почти заброшенные стратегические объекты по некоторым данным вновь оказались под строгой охраной. Неужели мёртвая рука возвращается к жизни? Северный Урал. Места невероятно красивые и таинственные. Кроме странного, но теперь вполне объяснимого исчезновения самолёта Ан-2, именно здесь, в 1959 году, загадочным образом погибла группа Дятлова. Девять человек, чьи смерти и сейчас вызывают вопросы. А одной из причин их гибели уже полвека называют опять же испытание некоего секретного оружия военными. Жители города Краснотурьинска Свердловской области до сих пор помнят, как в конце 70-х, в разгар Холодной войны, со стороны горного массива Косвенский камень слышались сильные взрывы. Эхо доносилось даже по ночам, пугая горожан. Никакой информации о том, что происходит, официально не сообщалось. Между тем ходили слухи о том, что в горах ведётся крупная военная стройка. Сейчас мы знаем. С помощью направленных взрывов расчищали место для бункеров связи и командования. Но не только для них. Грот – это, собственно говоря, убежище или командный пункт политического руководства страны. В случае, когда обстановка доходит уже до критической, и может начаться ядерная война, то часть политического руководства, оно занимало подземное убежище для того, чтобы руководить страной, управлять. За океаном о стратегической важности системы бункеров Грот знали ещё в конце 70-х годов. Главными целями американских стратегов холодной войны на территории России были как раз объекты, расположенные в районе Косвенского камня на Северном Урале. В 1977 году, опасаясь нападения, способного обезглавить страну, советское правительство отправило на строительство бункеров десятки тысяч рабочих. Судя по снимкам, сделанным шпионскими спутниками США, работы в этом районе продолжались и в конце 90-х. Что же именно скрывал Косвенский камень? Система бункеров в районе Косвенского камня предположительно уходит под землю на сотни метров. Внутри самой горы проложены десятки километров шахт и переходов. Наибольшую площадь занимают укреплённые бомбоубежища, рассчитанные на тысячи человек. А самое защищённое строение — командный центр системы «Периметр». Именно отсюда, в случае начала ядерной войны, офицер ракетных войск сможет активизировать мёртвую руку. Если верить американским экспертам, Косвенский камень для размещения сверхсекретного командного бункера системы «Периметр» был выбран не случайно. Уровень сейсмической активности уральских гор очень низкий. Разрушительных землетрясений можно не бояться. Кроме того, в области сконцентрировано большое количество предприятий ВПК. Но гора Косва уникальна и сама по себе. Там очень интересные были разработки. Например, в качестве антенного вот этого поля использовались горные породы, металлосодержащие и так далее. Это ноу-хау было. Открытие, по сути дела. Его антенное хозяйство, оно подземное, и тем не менее оно передаёт приказ, сигнал не затухает. В том числе и в условиях ядерного воздействия. В этом уникальный субъект. Вот только от кого конкретно должен поступить приказ в командный центр о приведении периметра в боевой режим? От кого-то из высшего командования ракетных войск? А может, исключительно от руководителя государства? Знаменитый ядерный чемоданчик. Мы знаем, что он неизменно следует за главой государства и передаётся каждому новому президенту сразу после инаугурации. Но что в нём? Сверхзащищённая линия экстренной связи? Коды запуска ракет? Или кнопка запуска системы «Периметр»? В СССР систему переносного управления ядерным арсеналом стали внедрять в конце 70-х годов. До этого времени верховный главнокомандующий мог отдать приказ о ядерном ударе, только лично приехав на командный пункт. Опытная эксплуатация терминала началась в 1983 году. А первым главой СССР, рядом с которым постоянно находились офицеры с ядерным чемоданчиком, стал в 1984 году Константин Черненко. Кодовое название переносной системы управления ядерным арсеналом СССР — Чигет. А сам чемоданчик, согласно официальной информации, являлся частью структуры управления ядерными силами Казбек. Как и система «Периметр», Казбек изначально разрабатывался как инструмент ответного ядерного удара. Он приводится в действие только после получения сигнала о ракетном нападении. На самом деле ядерный чемоданчик не один. Постоянно на боевом дежурстве находятся три Чигета — у главы государства, министра обороны и начальника генерального штаба. Главная кнопка в чемоданчиках есть. Она передает на командные пункты РВСН код, разрешающий использование ядерного оружия. Но запуск ракет произойдет лишь в том случае, если команды об этом поступят со всех трех пультов. Так возможно ли, что на самом деле в ядерном чемоданчике главы СССР, а затем и России, находятся коды запуска «Периметра»? Ведь еще одной из целей создания автоматической системы управления ядерными ракетами было снять груз ответственности с высшего командного состава. Люди могут ошибаться и принимать поспешные решения или наоборот, затягивать с их принятием. С появлением «Периметра» задача существенно упрощалась. В случае предполагаемой ядерной атаки нужно было лишь перевести его в боевой режим. Дальше уже сама система, а не человек, соберет все данные и решит, стоит ли приводить в действие ракетный арсенал. На самом деле система «Периметр» не что иное, как подстраховка на случай, если носители чигетов и наземные командные пункты окажутся выведены из строя. По некоторым данным, даже руководитель государства не может напрямую управлять «Периметром». Он способен лишь отдать приказ о приведении мертвой руки в боевую готовность. Дальше все решит сама система. Система «Периметр» не заменяла никакую другую систему. Она являлась абсолютно уникальной, новой разработкой, которая использовалась в качестве резервной системы на случай отказа любого из компонентов или даже всех компонентов управления ядерными силами по системе «Казбек». То есть система «Периметр» дублирует руководство страны, если оно будет уничтожено в ходе ядерного удара. Именно здесь, в подземных бункерах на Косвинском камне, возможно, действует и еще один сверхзасекреченный компонент «Периметра» — автономный контрольно-командный пункт. Считается, что это — сложный программный комплекс, созданный на базе искусственного интеллекта. По сути, это огромный суперкомпьютер. Именно он оценивает все исходные данные и принимает решения об ответном ударе. Отслеживаются сразу множество факторов — сейсмическая и радиационная активность, атмосферное давление, интенсивность радиообмена на военных частотах, телеметрия с постов наблюдения РВСН и данные системы предупреждения о ракетном нападении. К примеру, при обнаружении мощного электромагнитного и радиоактивного излучения система также анализирует данные о сейсмической активности и многие другие параметры. Если они соответствуют определенному алгоритму, «Периметр» делает однозначный вывод о том, что был нанесен ядерный удар. Это не один компьютер, в который все стекалось, а это, скорее всего, встекалось в локальные центры, откуда уже данные конкретно поступали. Вот мы определили, это взрыв, он находится там, мощность примерно столько килотонн или мегатонн, и данные отправлены в этот компьютер, и он уже собирал его. Программист Сергей Никитин подобные системы видел только в голливудских фильмах. Даже сейчас, в эпоху высоких компьютерных технологий, ему сложно представить создание такой автоматической машины. Как это было сделано 30 лет назад, загадка даже для него, профессионала в области программного обеспечения. Это не искусственный интеллект, вот в таком масштабном понимании. Но, с другой стороны, сложность заключается в том, что система должна быть ну не просто надежна, не стопроцентно надежна, а вот надежна, ну вот, не знаю, как само мироздание, потому что цена этой ошибки, то уничтожение, ну вообще всего человечества, или там земли. Если же обобщить всю информацию, то выходит, что система периметр, которую, казалось, сняли с вооружения в 1995 году, по-прежнему стоит на боевом дежурстве России. Работы вокруг командных пунктов активизировались, усилилась охрана, за океаном ищут средства против периметра. Система по-прежнему одним фактом своего существования способна держать в напряжении всю планету. Но главное — сдерживать воинственные настроения сильных мира сего. Интересно, что ядерное оружие совсем не сразу стало синонимом чрезвычайной опасности. Были времена, когда атомный взрыв являлся развлечением для туристов. Лас-Вегас — рай для любителей азартных игр и ярких шоу. На заре атомной эры самым ярким здесь как раз считалось ядерное шоу. Вообще первые атомные испытания ядерного оружия проводились в атмосфере. И последствий атомных взрывов в общем-то не представляли. Вот то, что есть проникающая радиация и то, что есть изотопы, которые имеют большой период полураспада, об этом в общем-то еще и даже не задумывались. На атомный взрыв смотрели без специальных укрытий, а просто одев очки для того, чтобы не поразить глаза. С началом испытаний ядерных бомб в пустыне Невада в регионе начали официально разбивать атомный туризм. Лас-Вегас находится примерно в 100 километрах от военных полигонов. И в чистом пустынном воздухе ядерные грибы были отлично видны на горизонте. Лас-Вегас приглашал туристов любоваться захватывающим зрелищем. И одно время даже именовался атомный город США. Местные власти печатали в газетах расписание будущих испытаний. Улицы были покрыты изображениями грибовидного облака. А на вечеринках в честь очередного взрыва наливали коктейль атомный. Водка, коньяк и шампанское в равных долях. Об опасностях радиации тогда просто не знали. Период такой эйфории. Это же самое было и в нашей стране к сожалению. И особенно вот те кто работали с Курчатовым тем кто доставали уран и работали с первым ураном его носили в руках держали в кармане вот разведчики даже известен факт что наш разведчик привез образец урана из-за границы он его достал в Соединенных Штатах Америки он вез его в кармане. Естественно потом это привело к тому что у него возникла тяжелейшее онкологическое заболевание. Страх пришел позже когда СССР и США развернули гонку ядерных вооружений. В американских кинотеатрах перед сеансами показывали ролики о правилах экстренной эвакуации. Обычные жители устраивали в собственных дворах бомбоубежища а в СССР как вспоминают свидетели тех событий даже информация о первом полете человека в космос поначалу вызвала панику. Говорит Москва работают все радиостанции Советского Союза. 12 апреля 1961 года реакции на первые слова сообщения Юрия Левитана испуг. Люди боялись что за дежурной фразой последует новость о начале ядерной войны а не историческое. Передаем сообщение ДАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Страх перед ядерным оружием казалось навсегда ушел в прошлое с окончанием холодной войны. Однако это не так. В 1947 году сотрудники журнала Чикагского университета Bulletin of the Atomic Scientist создали проект Часы судного дня оценивающий уровень международной напряженности и события связанные с атомным оружием. Время оставшееся до полуночи символизирует вероятность глобальной войны а сама полночь момент ядерного катаклизма. В данный момент эти часы показывают без трех минут 12. Это значит что вероятность ядерной войны ведущие мировые ученые оценивают столь же высоко как во время Карибского кризиса. Только теперь условия изменились. Угроза может прийти откуда угодно. 13 ноября 2015 года Париж. Эта дата стала черным днем современной истории Франции. В результате серии террористических атак погибли 130 человек и более 300 получили ранения. Спустя несколько месяцев 18 марта 2016 года был задержан один из предполагаемых организаторов теракта Салих Абдесалам. В его квартире полицейские нашли шокирующее свидетельство. Террористы готовили атаку на атомную электростанцию с помощью грязной бомбы, взрывчатки и контейнера с радиоактивным изотопом. Выяснилось, что долгое время террористы следили за бельгийской атомной электростанцией и центром ядерных исследований в Германии. Но их планы проникнуть на территорию объектов разрушила полиция. Ядерный взрыв в центре Европы сейчас это уже не пугающие байки времен холодной войны, а реальная опасность, исходящая не от могущественных сверхдержав, а от террористов. За последние годы вы помните, человечество очень много говорит о ядерном терроризме. Это, пожалуй, одна из самых серьезных опасностей, которые сегодня подстерегает человечество. Только в прошлом году в мире зафиксировано полтора десятка случаев несанкционированного проникновения на ядерные объекты стран, которые обладают ядерным оружием. Этот радиосигнал можно услышать практически в любой точке мира. Он не прекращается уже три десятка лет и не дает покоя как радиолюбителям, так и военным экспертам. По самой распространенной версии сигнал, который появился в эфире одновременно с постановкой на боевое дежурство системы «Периметр» напрямую связан с ее работой. Ну, у нас существует радиосеть опорная система оповещения. В ней используются как проводные линии связи, так и эфирные каналы, включая короткие волны, средние, длинные волны и различные виды связи. По некоторым данным, сигнал своего рода спусковой механизм для мертвой руки. Если вдруг в один день он прекратит поступать в радиоэфир, это приведет к автоматическому запуску ядерных ракет системой «Периметр». Такое объяснение тайны странного радиосигнала долгое время было весьма популярно. Но 5 июня 2010 года случилось невероятное. Передача сигнала вдруг прервалась. Шли минуты, часы, сигнал, беспрерывно звучавший в эфире три десятка лет, замолчал. Лишь на следующий день после 18 часов паузы радиосигнал возобновился. Ядерная война за это время не началась. Однако многие продолжают верить в связь странного сигнала с системой «Периметр». Ведь монотонный шум через определенные отрезки времени прерывается и звучат закодированные голосовые сообщения на русском языке. Разгадать их смысл пока никто не смог. В марте этого года немецкое издание Билд сообщило сенсационную новость. В ближайшее время Россия намерена провести крупнейшие за последние 25 лет испытания ядерного оружия дальнего радиосодействия. С подводных лодок в Арктике одновременно может быть запущено 16 ракет. И это далеко не все, что взволновало зарубежную прессу. Это новые российские системы на гиперзвуковой основе с новыми энергетическими мощностями. Это то новье, которое по сути является в немалой степени нашим ответом на противоракетную оборону США в Европе. Это оружие уникальное. 9 ноября 2015 года. Совещание по делам оборонной промышленности. Эти кадры обошли все телеканалы и эксперты не смогли не обратить внимания на странные документы в руках одного из военачальников. На них схема новейшего российского беспилотного подводного аппарата, достаточно крупного, чтобы нести собственные торпеды. Название проекта «Статус-6». А это уже новейшая межконтинентальная ракета «Рубеж». Она может на сверхзвуковой скорости преодолевать расстояние в 11 тысяч километров. В ближайшее время «Рубеж» должен поступить на вооружение к российским военным. «Рубеж» 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 ракета твердотопливная, которая оснащена новым комплектом полезной нагрузки, в том числе комплектом средств преодоления противоракетной обороны нового поколения. Плюс на этой ракете применены новые виды так называемых смесевых твердых ракетных топлив. Это новое поколение топлив позволяет сократить разгонный участок ракеты. Это первое. И в том числе существенно затруднить обнаружение пуска средствами предупреждения о ракетном нападении наших «партнеров». В числе разработок российских конструкторов значится и новейший летательный аппарат Ю-71. О нем известно только то, что самолет сможет достигать скорости в 5-6 тысяч километров в час и нести несколько ядерных ракет на борту. Остальная информация, как и ход работ, строго засекречили. Обо всех новейших разработках российских конструкторов мы знаем совсем немного. Но в одном можно быть уверенным наверняка. Все они станут частью невидимого счета, которым является система периметра. Система, которая во многом помогла предотвратить ядерную войну 30 лет назад и которая способна одним своим существованием остужать горячие головы еще не одно десятилетия.